Ну что ж, всем привет, ребят! Сегодня мы продолжаем играть в Mountain Blade с огнём и мечом. В группе у себя, вконтакте, я сделал опрос, в котором вы поучаствовали, ребят, и в общем-то, общими усилиями мы решили, что мне нужно создать нового персонажа, добиться того всего, что у меня было, и как бы продолжать играть, стараться как-то пройти сюжетную линию, там, квест Черный Гетман, все дела, потому что у меня с этим какая-то забагованность по всей видимости, и как бы мятежник, эту игру пройти, по-моему, невозможно, поэтому, в общем-то, я начал заново, сделал себе, как у меня и был, 16 уровень, только в этот раз решил немножко по-другому прокачаться, латы, кстати, себе достал, вот, и имущество у меня там было 60 тысяч, но потому что я купил латы, они дорого стоят 108, я оставил себе еще 8 тысяч, вот, и взял себе вручь, и я решил в этот раз попробовать поиграть по одному из советов моих зрителей, это попробовать гранатами всех разносить, поэтому я взял себе метательное оружие, и сейчас мы по чуть-чуть будем восстанавливать справедливость, и у войска Запорожского, собственно говоря, получать репутацию. Так, здесь для меня задание, мне нужно оставить письмо, видишь, что письма я не особо хотел бы отправлять, но, да ладно, раз нужно с войском Запорожским наложить отношения, то окей. Кстати, для того, чтобы гранаты остались, и в будущем мы не тратили их, и не покупали постоянно заново, можно просто оставлять одну, как я понимаю, да, и тогда все будет под контролем. Так, Лидский замок, слушайте, довольно далеко идти, ну да ладно, мы же знаем, что мы на фаст-тревеле доберемся довольно быстро, я надеюсь, он еще здесь находится. Так, наконец-то мне не мешают эти крылья сзади просто, так, привет, письмо держи. Кашевое там, мне не нужны отношения с кашевым атаманом, мне нужны отношения с войском Запорожским, нужно какие-то, по всей видимости, специальное задание начать выполнять. Так, кто это у нас? Бунтари, я хочу попробовать разнести бунтари или кого-нибудь еще, потому что я еще ни разу не испытывал эти гранаты, но, по идее, должно быть все очень клево. Так, Черкассы, кто там у нас в Черкассах? Никого, прекрасно. Корсунь, а это кто? Полковник Матвий Гладкий, нужно, о, кстати, сейчас я спрошу простого полковника, где находится Гетьман, и так мне будет проще, так что лучше выполнять задание именно Гетьмана. Так, около крепости Измаил он находится, хорошо, так, имущество, стоп, да что ж такое? Задание, местность, крепость Измаил. Вот оно, подосады еще. Так, вот ради Водянка, такого черта-то. Мне нужно как можно быстрее отправиться к крепости Измаил, так что... Сейчас мы зайдем сюда. Так, посетить кабак. Че у меня Водянка? Еда-то есть вроде. Я вообще хотел, чтобы мы все отдохнули, по-моему, должна быть такая возможность. Зря только Лавэху потратил. Ну да ладно, просто мы подождем здесь некоторое время, пока тут тусят наши ребятки. И почему? А, я понял, потому что, наверное, у нас только рыба. Так. Блин, ну ладно, давайте быстро отгоняем Брат Славу, я не хочу, чтобы мои ребятки умирали. Посетители ночную площадь, торговцы разными товарами. Хотя бы немножко разной еды накупим. Все, Водянка излечена, и мы возвращаемся к Измаилу. Так, давайте, Богдан Хмельницкий. Тихо. Вот он, Гетьман Богдан Хмельницкий. Так, я к твоим услугам. Вот видите, теперь у меня есть возможность, я хочу поступить к тебе на службу, а раньше этого не было. Вот есть ли у меня задание, я хочу выполнить особое поручение. Так. Вот есть ли у меня задание, возможно, знаешь, что так мне принадлежит деревня Маслов Бродс. Договоримся. Ну-ка, а если вот попробовать сейчас, например, на службу, ты должен пройдите, как руковой командир. Пройдись, мечом. Окей, так, заданец. Это с кем мне нужно воевать? Пождите, давайте спросим, может, просто ситуация изменилась. Хочу кое-что завразить, расскажи мне о войне. Речь поступает о Крымское ханство. Ничего не изменилось. О, ну и ладно. Так, Братслав, да, нам нужен? Маслов Брод. Налоги, налоги, налоги. Вы заплатили, суть нескоро, деньги понадобятся. Проигнорируйте, продолжите. Так что сейчас мы, скорее всего, пойдем грабить какие-нибудь деревни. Крымского ханства. Ханство, ханство, как же я люблю с вами воевать. Так, 3000 таллеров я получил, но налоги мы чуть позже отдадим. Я сейчас хочу просто с кем-нибудь посражаться. Давайте сохранимся, чтобы не было всяких неловкостей потом. Там, может, найдем заодно какую-то перекусованную, потому что... В очередной раз заболеть водянкой мне не особо хочется. Вообще, тот меч, который у меня двуручный, его нельзя использовать верхом. Мне нужен какой-то одноручный. Но, тем не менее, я его заказал, потому что он крутой. Мы его будем на осадах использовать. Слишком много рыбы. Давайте возьмем всяких-нибудь колбасок, например, и вяленого мяса вместо этого куска рыбы. Но тут еще сыр есть. И сыр возьмем. И винограды. И капусты. Чтобы просто ничем никогда не завалить. Так. Рыночная площадь. Торгуются разным оружием. Вот это вот мы все. Давай же, сколько есть. Торгуются лошадьми. Что-то мне предложат. Специи. Так, отлично. Благо, здесь не так сложно деньги зарабатывать. Ладно. Кто нам нужен? Нам нужен кто угодно для того, чтобы найти Богдана Хмельницкого. У патруля вряд ли можно спросить. В Киеве. Ну ладно. Полковник Василий Золотаренко мне расскажет, где сейчас Богдан Хмельницкий. Так. Около крепости Кызыл-Яр. Окей. Так, местность. Ого. Да они прям в самый край решили забежать. Ну ладно. Попробуем эту техничку с гранатами против большого количества человек. Вот Богдан Хмельницкий. Выполнил я твое задание. Есть. Полковник Иван Сирко занял у меня приличную сумму. По-моему, полковник Иван Сирко сейчас просто где-то рядом здесь будет. Может же быть такой, правильно? Подождите, у меня за нами, по-моему, сказано, где он находится. Мы сейчас спросим Богдана Хмельницкого. Так. Находится один человек. Полковник Иван Сирко. Ага, он в Полтаве. Ну ладно. Блин, да Полтава еще беда. Хотя нет, не особо далеко-то на самом деле. Хе-хе-хе-хе. Так, а ну-ка, Иван Сирко. Ты здесь? Должок давай мне? На суду не выполнил возвращение долгов. Прекрасно. Подождите, как это выполнено-то? Нужно же еще их отдать Богдану Хмельницкому. Так. Давайте погуляем, наверное, по территории Крымского ханства. Посмотрим, что здесь интересного мы можем найти. Может, с кем-нибудь да повоюем. Кто там у нас был? Просто я хочу испробовать на мощность свои гранаты. Вот, татарских налетчиков, например. Тихо. 6.0 у меня тоже 6.0. Не-не-не. Так, мы их очень долго будем догонять. Татарские налетчики 6.7. Швеция. Давайте просто... Я знаю, что мы проиграем, потому что у меня слабенькая войска. Я просто хочу попробовать. Так, сдавайся или умрешь. Просто хочу посмотреть, на что способны мои гранаты. Меч мой верхом нельзя использовать, так что я могу пользоваться только гранатами. Итог, какой у меня есть? 13 гранат. 10 средних и 3 больших. Ну, гранаты. Ага, я так понял, я еще себе урон могу гранатами наносить. Так, вот сюда, в масуху. Просто тяни. Еще 3 больших у меня имеется. Вау. Так, мне нравится сам факт сражения гранатами, если честно. Правда, там еще можно своих задеть, но это выглядит эпичненько. Мне еще щит бы какой-то намутить на самом-то деле. Ну, вообще, да. Интересно, интересно. На осадах, мне кажется, вот это вот сражение с помощью гранат вообще будет... Слушайте, мне надо было оставить гранату. Я забыл. Я выстрелил все. Одну надо оставлять всегда. Мне бы еще научиться ювелирно ими пользоваться. Ну, ладно, понятно, что мы здесь не затащим. Хотя вот сейчас я уже и не верхом, что можно испытать свой меч. На меня слишком много народу нападает, так что не выйдется. Ну, ладно, мне просто было интересно посмотреть, что из себя представляют эти гранаты. Нужно, наверное, побольше их накупить. Так, ладно. А босс шведский меня не интересует. И этот мурзадерей тоже меня не интересуется. Мне вообще сейчас нужно купить одноручный меч какой-нибудь. Так. Богатый короткий спал. Нет, вот мне нужно... Или какую-нибудь себе пику взять. Я не знаю, потому что я на коне не могу ни с кем сражаться. Я не могу найти тот палаш, который у меня раньше был, блин. Так. Ну, хорошо. Хотя бы крымская ханса не хочет на меня нападать. Это радует. Нужно нам найти Богдана Хмельницкого. Иван Богун или Богун. Скажи-ка мне, где находится Иван Богдан Хмельницкий. Так. Около Ордаша. Ладненько. Ордаш, Ордаш, Ордаш. О как. Просто разносят. Крымское ханство в пухе прах. Так, стоп. Вот твои деньги. У меня уже один с ним отношение. Какое-то безразличие. Снял кто-то вовне помощь. Потому что, что... Некий негодяй. По имени Чёрт Колобок, ребят. Хе-хе-хе. Так. Коломак. Я надеюсь, что недалеко. Ну, ладно. Идём в Коломак. Так. Говорится, старосты направятся к центру деревни. Направятся к центру деревни. Что ж там? Ищем подозрительную личность. Которая именует себя Чёрт Коломак. Так. Кони, кони, кони. Деревня. Подозрительная личность просто так не будет ходить по деревне. Так что здесь мы его не найдём. Скорее всего, где-то за домами прячется. Или... Или я не знаю. Но где-то он здесь. Всё-таки подозрительная личность, как-никак. Вот он, по-любому. Или нет? Просто он идёт. Подозрительная личность обычно не ходит. Если это обыватель. А вот он, наверное. Ути-пути, как он спрятался от меня. У тебя нет шансов. Чувствуете, какая у меня крутая шляпа, ребят? Мне просто нужно ещё купить себе шлем. Пока я в шляпе. Цак. Нервный человек. Я ищу убийцу по имени Чёрт Колобок. Слушайте. Просто волшебство. Цак. Чёрт Колобок. Изи-бризи. Полтава. Серко что-то никуда не ходит. Сидит в своей полтаве. Нет, чтобы помогать ребятам на королевских походах. Цак. Где находится один человек? Богдан Хмельницкий. Крепость Измаил. Окей. Цак. Значит. Местность. Крепость Измаил. Покажите мне, пожалуйста. Под осадой. Да ничего. Переживём как-нибудь. Не так, что он его потеряли. Там слишком много врагов. Это он около крепости Измаил. Крепость Измаил они походу отбили. И куда они теперь направились? Кто знает. Я не знаю, где сейчас находится Богдан Хмельницкий. Прекрасно. Ладно. Пока будем, как он и просил, кровь врагов набивать. Зайдём заодно, наверное, где-то у нас... Вот так вот должно быть. Мне это как-то даже удобней. Лагерь наёмников. Наймёмся поболее всадников, потому что... Отряд должен быть полностью укомплектован. Всё. Цак. Теперь. Сколько? 80. Тоже 80 не разнесём. Хотя вот были бы у меня прошлые мои войска, я бы разнёс бы. Давайте в никаких там... Фуражеров хотя бы. Цак. Ну давайте. Ладно. Будем сражаться до конца, конечно же. Так, слушайте. Давайте я сначала их всех здесь оставлю. А сам покидаюсь вот гранатками у них. Ладно, чё-то... Пока не особо хорошо получается. Есть. Ауч. Ну ничего, я ещё натренируюсь пользоваться гранатками. Это большие, пошли. Ауч. Нет, стоп. Большие мне уже нет смысла кидать. Так, всё, ребята. В атаку. Это я просто и так размяю. Но мы купим, наверное, поболее гранат, потому что... По одной мы должны оставить. Всё верно. Ну что ж, мне приходится спешиваться, потому что... Мой супер-меч, его можно использовать только в пешем сражении. У меня ещё, вот, к сожалению, не прокачано мастерство двуручным оружием, так как... Я ведь, грубо говоря, только начал играть, а... Я прокачал поначалу одноручно и думал, что я буду за двуручём бегать. Но раз мне пришла в голову такая мысль с гранатами... Ага, вот они мои цели. Кто там ещё? Так, дружок. Пожалуйста. Не благодари. Так, нет, ну тут мы можем взять, на самом деле. Тут не так уж и сложно. Вот я представляю, какая будет мощь с этими гранатами, когда мы на осаде будем. Это вообще просто. Так, господа рекруты. Иди сюда, иди, иди, иди. Да что ж такое. Я бы сразу, в опережение, гранатку закинул, но, к сожалению, нельзя их использовать так активно. Нужно купить вот три, наверное... Там есть маленькие гранаты по 10, есть большие по 3 и средние по 5. У меня вот сейчас две средних. И одна большая. Степная лошадь. Просто эпично, такой воин. Всё, пожалуйста, как мы? Сейчас мы ещё в плене, нескольких захватим. Я надеюсь, у них там есть что-то интересное. Вау, фта! Московский рейтер, тени, боевой холоп. Ветеран. Вот сейчас мы найдём себе нормальную армию. Московский рейтер, ветеран. Пожалуйста. Кавалеристы. Вот, вот оно. Восстанавливаем армию, так сказать. Кавалерист, ветеран. Татарский налётчик. Мы ещё можем одного взять. Хотя мы можем вот наших отдать. Некоторых вот, например... Вот этих вот опытных. Восемь, да, нам нужно отдать. И взять восемь ветеранов. Нет, стоп. Гди на, вот. Джура, ветеран. Есть. Ну и стражу возьмём. Так, всё. Да нет смысла особо захватывать. На самом деле, они там копейки стоят. Цынок. Солдаты некоторые готовы к повышению. Это прекрасно. Есть. Можем ещё для полного счастья какой-нибудь ордэш грабануть, например. Ордэш замечает наш отряд. Ещё бы. Мы разносим просто их, и они вдруг неожиданно решили заметить наш отряд. Я уже думал, у них нет ничего. Так, что мы много можем забрать, из-за того, что у нас куча еды в инвентаре. Так. Вот. Торговец оружием. У тебя есть деньги. Три тысячи, да? Так. Даже три тысячи девятьсот. Это важно. Хорошо. Хорошо. Так. Сечи никого. Черкассы. Что вы мне скажете, полковник? Тут вообще лобода, там куча народу. Может, вы знаете, где находится Богдан Хмельницкий? Я не знаю, где сейчас находится Богдан Хмельницкий? Ну, прекрасно. Просто прекрасно. Ладно, пожалуй, на этом, ребят, мы будем заканчивать этот эпизод. Извините, что так получилось, но я не виноват. Я бы с удовольствием играл бы из-за простого персонажа. Если, пожалуйста, это видео, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Пока и удачи вам. Всего хорошего. Продолжение следует.